Играет музыка Но, внимание, уделить драфту, к сожалению, не получилось Я затыкаюсь Что по героям? Джекиров, Рейскинг, Лина Шаман и Кентавру Нави, это я точно заметил Героев Минески нужно будет уже в самой игре смотреть Хотя, проглядываются он не на и ДК, Джиггернаут Так, ну что, опять же, скрестил пальцы Надеюсь, что лагов не будет в этой карте Все чуть-чуть комфортней Забежал с улицы Сейчас немного отдышусь Гудлак и фан, говорят команды друг к другу Естественно, Джиггернаут, Шейкер, Виверна, ДК и Омни Найт Вот он, драфт Минески Ну, про героев Минески я уже краешком глаза успел Опомниться Что касается линии, давайте смотреть ДК в миде против Лины На топе ВК пока что шаманам Джекиру Один из них, вероятно, покинут линию Линию в подмогу кентавру На топе же пока только Шейкер Омни стоят Ну, можно, как это полагать Всегда наивно команда из Триплы планирует сделать ФБ Не факт, что Минески позволят этому произойти Опять же, пока все хорошо и в игре проблем нет Во второй карте в начале тоже все было гладко Но постепенно все становилось хуже и хуже Так что заранее давать какие-то прогнозы нельзя Я поменял регион загрузки На всякий случай в настройках Поставил сервер Мумбай Может быть, это как-то позитивно скажется на процессе просмотра Тем более, что это третья решающая карта Значит, я возлагаю на нее большие надежды В зависимости от того, кто выиграет Пройдет финал и будет ждать своего оппонента А им будут либо ТНС, либо Кингейминг Либо, собственно, команда проигравшая в этом сражении Что касается Баун Тирун То две получают Нави, две получают Минески Без сюрпризов Счет 0-0, ФБ не было Все здорово И что касается линий То пока так же особых изменений нет Шекера все еще в засаде Не знаю, что там пытается сделать Феби Крипов отрезать Но думаю, что в этом уже нет необходимости В любом случае он спалился Показал, что он здесь И действительно он решил заблочить Дрогу Крипам Чтобы они столкнулись где-то возле Тавра Быстрее умерли И, наверное, дальше линия будет толкаться в сторону Омника Который будет в более удачных условиях Да, Джекера линию покидает Улетает вниз и будет помогать Кентавру Там все-таки Джаггер верно Линия довольно неприятная И в целом имеет потенциал парник убийства героев Кентавра в особенности Хотя Кентавра, Джекера без разницы Оба эти героя будут с легкостью поддаваться Нагибанию в исполнении верной Джаггернаута В центре тоже ситуация неоднозначная У ДК много армора, много капоригена Линные обилки вряд ли заставят Муна нервничать Да, в любом случае Кристаллайз с Мэджикалом здорово сыграли в прошлой карте Но Близзи действительно оказывает своим личным МВП Очень здорово сыграл в этой карте Она многое значила для команды И ребята получили возможность сражаться далее Паузы, но не столь грустные Как это было в прошлой карте Когда все вылетели Думаю, что Что-то пролетело мимо экрана Или село на экран Видимо, уже успел уничтожить Классический выход на центральную линию от Шейкера С попыткой перекрыть дорогу Правда, получилось не очень удачно Неплохо справляется с Фебби с тем, чтобы Бодиблочить И давать возможность в это время ДК просто добивать крипов В целом 10-2 против 6-0 у Мэджикала Так, звук есть Все работает Ну что ж, в прошлой игре ВК сработал Но, понимаете, в прошлой игре у ВК была очень хорошая поддержка В виде снайпера В этой игре, конечно, Лина является плюсом Потому что у нас по-прежнему есть Аганим Чистый урон, возможность долбануть Лагуной Будет вырить Жигернаут, который вовсе будет уязвим Да и БКБ ему по ходу игры не поможет особо И, возможно, будет необходимость собирать какие-то иные Не самые профильные слоты по типу Линкенсферы и прочего А точных способностей в целом хватает у Нави Ну, Шейкер очень назойливый Я думаю, что он уже начинает Мэджик его потихонечку бесить То есть это очень хорошо Потому что в какой-то степени он бросается в глаза по ноге с FYM команды LGD То есть также пытается на специфических героях Или, например, предназначенных для этого героя хромить Оказывает, естественно, серьезное давление на вражеского героя Создает позитивные условия для своего тиммейта И нижняя линия бодиблога Артс умирает вблизи Да, First Blood остается у Минески Проливает его Джиггернаут Первые три сотни монет за Живого игрока А, он же не за крипов и прочие Приятности И, судя по всему, Шейкер даже успевает делать отводы То есть тот же Джиггернаут может их подфармить Он не знает в будущем purification Аналогично это касается ДК Под его сплэшем и формой с Брисфайром Ух, не лишено это все проблем То проблемы с экраном То проблемы с какими-то насекомыми То теперь со звуком были проблемы Без этого никуда Ну ладно, компики, понимаем То есть собираются в преддверии турнира Постоянно новые игроки Это вот типа, например, в клавиатурах и мышках есть встроенная память Казалось бы, для чего? Но для того, чтобы хранить банально профиль настроек Чтобы не приходилось все это заново перенастраивать на новых компьютерах Ты приезжаешь с своими девайсами На очередной ивент И все у тебя работает автоматом Обычные с коробки Ничего больше делать не приходится При этом, как видим, Мэджикал не запрашивает Никакой поддержки Справляется пока что один Он четвертого уровня Его противник уровня четвертого Крипстат у них Не слишком разительно отличается ВК ВК вроде бы тоже фармит Ну и тоже сравнение не самое удачное Между джигернаутом и рейскингом Снова фраг Вот я что думаю Что ни в коем случае нельзя Спустя рукава играть решающую карту Если во второй карте Вы просто выложились на максимум Поэтому давайте Как-то Посерьезнее немножечко Шейкер на топе Оказывается Да, он видит здесь чуваша Умни на этом помогает Они ему сносят пол хп Но задача как-то Прессовать его Умни не Получается в рейскингах Близзи Сколько раз еще умрет Умрет Близзи На этой линии Задаюсь я вопросом Не знаю сколько Близзи Но видимо Миша умрет еще разочек Точно Да, под Блэйдфурием Джигернаут справляется с ним Сбирает фраг себе Дальше решает атаковать самого Близзи Все еще есть дебаф С Артикберна Близзи немножечко замедлен В Кентавра ботинка нет А у Джигернаута Ботинок имеется Но это все равно Не позволяет ему сделать Еще один фраг На топе тоже Какая-то кровожадная война Причем вижу что Умни уже нет ресурсов Нету маны В этом плане Ему конечно же Может помочь Солринг Он у него уже имеется Кстати у ДК Аналогично мог бы появиться Солринг Но он к нему прибегать Не стал ему Видимо и так нормально Два Брейсера взял Получил дополнительный Мэджик резист Есть Драгонблат Двоечку Армор получил Капериген получил Причем тут какая-то попытка От Лина сделать фраг Но вот только Мэджикл 5 И лагуны у него нет И у Муна все еще много здоровья И на эти Брейсеры Приходится обращать внимание Причем попытка закрыть дорогу Фиссура Отличная фиссура от Фэби Помогает Нинджа Буги Под себя стан закидывает Мэджикл Картс ни по кому не попадает Дает Драгонслейв Но понимает что это конец И это Отправка в таверну для Лины Ну качественно Фэби Действует врагам на нервы 4-0 Пятая минута 2000 золота Минески Хотят доказать нам Что вторая карта И результат на второй карте Это недоразумение Баунтирун Получили 4 Ни одной не получили Нави Претензия все та же Пожалуйста кто-нибудь Сообщите Нави Что можно поднимать баунтирун И контролировать их И зарабатывать на этом Также деньги Успешное убийство Омни На центре правда Опять возможная помощь от Шейкера Форма от ДК Но атака Была отменена По идее 2-то поделаны Сделаны были Одно правда было отменено И возможно Повременили с атакой На Лину Но при этом Не стесняется ДК Продолжать прессовать Вышку Глиев Атака под хастой От нинджа буги Как минимум Джеккиро Ну так же Не уверен что это Че-то даст Так на центре Есть вард Обсервер С центре у Минески Неподалеку под алтарем Так же есть обсервер И пока им этого Вижна достаточно При этом опять Нападает на Близи Но Близи в этот раз Проявляет смекалку Играет в режиме 200 IQ Просто делает И пал говорит парни Контроля нет Так что сосите хуйца И это правильно Ну действительно Нужно останавливать Всячески Какие-то вот Предпосылки Или возможно Тайные желания К филу игроков Нави Возможно Стоит тренеру Взять электрошокер Подойти к каждому И в бочину Его разочек пристануть Чтобы парни пришли в себя И поняли где они И ради чего они играют Возможно ради сохранения Своего состава Может быть даже такого Без Я уже говорил Сенейка Просто вот Лично у меня в голове Бывает мнение Что вот этот вот Проходящий Помимо рядом Адреналин Рашкап Или как он там Корректно называется Пока имеет только Одну приглашенную команду И это Виртуз Про И вот мне кажется Что в зависимости От результата Нави могли бы стать Еще одним членом Этого Замечательного БДС мероприятия По крайней мере По крайней мере Я думаю Точно никто не расстроился Я уже обсуждал То что там Не самый высокий Произовой фонд Мало вероятно Что будут туда ехать Какие-то Другие Крайне Минькие коллективы И нави были бы не лишними Топ лейн Зажали кристаллайзом Бить не смогли Миша Помогал Вот чувствуете Как постепенно Да я Все менее и менее Становлюсь похож на Долбоеба Я имею ввиду Что Какая-то такая Неробкая речь На первых минутах И причем Какие-то нелепые выражения Они с моих уст Обычно залетают Но потом постепенно Как будто я Начинаю чувствовать себя В своей тарелке И это Сказывается позитивно Как мне кажется На игре Не всегда Но тут Пока что Норм Потому что бывают Такие тупики Типа не знаю что сказать В голове пусто Это Странно очень Шейкера кстати В этот раз Мэджикл встречает Несмотря на то что Шейкер по дабл демажам Дает ничего Тотем Выписывает фиссуру Съедает свои стики Готов еще разочек Попробовать приостановить Лину Может быть ДК Дотянется до стан Да есть Драгонтейл А здесь Близзи Попробует помочь Есть Пинтербласт И Брисфайром Все же добивает ДК Лину Пятый фраг На Мэджикле Делают Менески 3000 золота Преимущество на 8 минуте И Нетворса Естественно у вас на экранах ДК топ 1 Джаггер топ 2 ВК идет следом Тут все здорово Следом правда Умни Найт И уже только после Его позиции Оказывается Мэджикл на линии Кентавр также Пока испытывает Трудности с финансами И в спины Ему дышит Шейкер Который на роуме Вездесущий Дьявол Ну Остальных саппортов Отмечать не буду Хотя стоило бы И Чуваша вспомнить Но пока я от него Каких-то телодвижений Не замечал То есть он пока Потихоньку Помаленьку Своим путем идет У него там деньги есть Он соберет себе Аркейн бутсы Будет где-то бусить Команду маной Будет где-то лишний раз Харасить героев Но большего пока Требовать от него не стоит Чтобы например У меня какая-то Внутренняя паника Пропала Мне нужно хорошую драку Увидеть Пару фрагов для лин Реализацию лагуны Не знаю Готовый юл Потому что Иногда Впечатление такое Получаю От игры Когда Нави Словно Просто Не могут в тимфайт У них просто герои Для этого не созданы Они реально хуже Чем герои противника А здесь К этому все может идти Есть возможность Зацепить героя фиссуры Есть возможность Двоих героев Зафиксировать Винтер с Керсом Хорошим Ну и вплоть до убийств Например героев Есть еще такой герой Как он не найт И Хевенли Грейсом Себя наградил Попытается спастись Уровень у него Шестой пол хп Только потерял Шекер Великолепная фиссура Патреемат Ферри ДК Также здесь Своим Драгон Тейлом Инчан Тотемом Помогает Шекер Умирает Чуваш Дальше берутся за Мишу Вызываются работяги ВК Но только вот Помогут ли они Джекера спасти свою жизнь Под себя Айспад Давай пытаться бежать Но опять же Драгон Тейл Инчан Тотем Два саппорта Жизни были лишены Два саппорта Прикончены были Воу Баунти руны Баунти руны Опять собирает Игроки Минески Нет Одну успевает Забрать Кристалайс Но тем не менее Одну против трех Снова Не очень удачно Это выглядит со стороны К сожалению Графики опыта Полторы тысячи Минески По золоту Уже почти пять Джеггер наут Выходит барабан Есть свои запнутые стики Шейкер Транквилы И стики Уверный уровень Пятра Рейнбропы И стики ДК Два брейсера ПТ и стики Полторы тысячи Золота Икарс Очередное нападение На Близи Кентавр Уровня шесть Думает топнуть Нажимает стампид Но вот топает Он впустую Получает он не слэш Упрыгивает джаггер На крипов К счастью для Близи Перетягивается мидер Перетягивается саппорт Начинает атаковать Ахжита Выписывает Малагуну Мэджикал И джаггернаута Должен добивать Нави скват Так и происходит Колден Брейс верно Не помог Как свойственно Против мага Урон он так же Не особо помогает Приятно Приятно для Нави Зарабатывать деньги Тоже нужно Пусть и тяжелым трудом Собственно А что Нави Кентавр Брейсер Стики Ботинок Шаман Уровень шесть Архейнбутсы Улины Потихонечку Появляться Начинают компоненты На Юл Ботинок Боттл Ну талисман В ВК Сразу решает Выходить в Рейденс Без Мидоса Но действительно Если он сейчас Купит Мидос И потратит 2000 золота И оттянет Появление Рейденс Еще минут на 5 Это Хорошо не скажется На игре Так Мэджикал Стревает неприятности Преследует его Джаггер Блейдфури Очень много урона Нужен контролить Чеваша срочно Но не успевает Чеваш вовремя Дать дизейбл В итоге умирает Мэджикал Сейчас еще Чевашу Смогут забрать По идее Да Джаггер Очень быстрый Критули Летят И дабл Килл Для Аджина Оу Щит Ладно Жду Рейденс На ВК Жду Подключение Кристаллайз К команде И вот Возлагаю На это Очень большие Очень большие Не буду Говорить Что 9-2 6 кусков Идут парни Т1 на топе Нет На центре По идее Т1 тоже Нет Как это обычно И происходит В игре Против ДК И Людей Которые его Поддерживают В пушах У нас есть Реген Атомни У нас есть Вернос Винтер Скиорсон Джаггер Ахилин Квард Есть Сам по себе ДК ДК Довольно мощавый В этом направлении С Регеном И Черт Только Шейкеру Не хватает Чего-то Забавного Ну Будет Мемно Если он там Спустя 30 минут Если игра продлится так долго При хорошей гречи Игрессы купит сверху Хотя этим кто-то другой Может заняться Да ВК Пока что Следует Своей цели Никто его Не пытался Пока что Гангать Со стороны Минески Может быть Это и плохо Закончится Для них По итогу Хотя Вот Смотрит Джиггернаут На топ Смещается Не хочет Давать Фрифарм Продолжать ВК И Джаггер Конечно же Направляется В сторону Ди Фулфузов Ну правильно Диффуза Возможно Потом Яши Мантастайл И Фокус ВК Лишение Его маны На первых Парах Это может быть Даже Будет Проблемой Но Можно Будет Потом Пофиксить С ростом Уровня Как всегда Я думаю Что эту фразу Нужно Запатентовать Там Энное Количество Золота Не приговор Потому что Так и есть Нинжабоги Улетает Прочь Прямо На последние Секунки Использования Айп Спара То ли Миша Думал Долго То ли То ли Что Стампит Просто Обидно Что потратили А он Просто Отшутился Фразой Остынь Кроха Остынь Кроха Да Действительно Близи По идее Даггер Желает Приобрести Ну понятное Дело Что здесь Нужен Юл Что Блэкинг Бар Не Помешает Может быть Шадоу Блейд И впоследствии Силер Эд Чтобы ДК Лишать Драгон Блада Слишком много Целей Которые приходят За Фокси Здесь Минески Очень подало Поступают Когда набирают Так много Контроля И как я Говорил Раньше Просто Много Регена Один Другого Начинает Сейвить Также Есть Приятный Бонус В виде Гвардиан Энджела Но я Думаю Что против Драфта Нави Это не особо Полезная Функция Так как У них Я бы Сказал Подавляющее Большинство Урона Именно Магического И с Рейдинсом Ситуация Естественно Будет Только Усугубляться Но ДК Купит БКБ Ему Будет Плевать Джиггернаут После Длительной Он просто Будет Из-под Тишка Помогать Команде И К этому Его Никто Не Обязывает Но Пайп Все равно Я считаю Не лишним Это Его Засейвит От Нападения Конкретно На него Даст ему Шанс Нажать Заветные Кнопки 15 Минута И как бы Хотелось Поконтролить Руну Баунти Только Получится Или нет Получает Часть Уронов Находится Под Макропирой Получает Йилл Под Хевлингрейсом Пока что Близи Рядом Если что Может попробовать Зафоксить Верну Да Дает Стан Но Успевает Скинуть Нинджа Буги Винтер Скерс По Кристалайзу Таким образом В этот раз Хотя бы Две руны Баунти Нави Получили Близи Близи Вынужден Потратить Стампид Чтобы Спасти Свою Жизнь Сакра Трелек Тем временем Уже Заезжает В Караман Кристалайзу Еще Тысяча Дорайденса Ну Не знаю Со стороны Какого-то Типичного Пабера Мне ВК С Линой Под Кентавром Не кажется ОП Комбо То есть Прямо Знаете Комбинации Которые Гарантируют Исковую Победу Если Правда Только Лина Не будет В Дейдаулсы Выходить Вот Различные И прям Под своей Пассивной Способностью Бешеным Атак Спидом Раскидывать Криты Что конечно Может быть Произойдет Но Я уже Соминал Про Аганим И чистые уроны Это тоже Заманчиво Так Какой тогда Идеологии Следовать Стоит Не могу Наверняка Знать Что у Лины Талант на дальние Способности ВК Скорость Атаки Шаман Пока Восьмой Кентавр Также Без Десятого Уровня Ну и не факт Что он возьмет На десятом Талант Омни Талант На золото И по идее Да он Собирает Худ Для начала ДК Тоже Рейденс Несет себе Готовый Рецепт Сейчас будет Принесен И будет Рейденс Короче Вот так Талант Да Действительно А Джаггер По идее ТП Отменил ДК Просто Был Рядом Ну что ж У ДК Рейденс У ВК Рейденс Центр И возможность Шейкера Попробовать Забрать Лагуна А Макропира Должен быть Фраг Да Ну все таки Немного побольше Преимуществ Мне кажется У ДК Чисто из-за наличия Контроль скиллов И большего потенциала Для прессинга Строений ВК Конечно Две жизни Но он пока Наверное Не очень-то и долго Жить будет Если на него Там скопом Все прыгнут Слишком много В голове У Нави задач Типа Как не подставиться Под Шейкера Как нам Не подставиться Под Виверну Как нам Держать свой лес Под контролем И без вражеского Вижена Как нам Фокусить Джиггернаут Вопросов Много Ответов Нет Он говорит Мы готовы Забирать Рошана Джаггеру Спаунят Естественно Гейпнил Дабл дэмэдж Или там Айсфрок Не важно Ну вот Типа Потом еще Будете мне Рассказывать Что типа Нави проигрывает Потому что Они просто Плохо играют Нет Потому что Типа Все условия В доте Создаются Против Этой команды То какие-то Бага юзеры То какие-то Еще приколисты Постоянно То есть Никогда Честных игр Не бывает Сука Душат Всеми силами Я думаю Я думаю Я думаю Поэтому У Нави Такая текучка Кадров В целом Обычные составы Меняются Которые Ничего не достигают Они очень сильно Просаживаются По морали От такого Охуеть Если кто-то После этого Досушил меня Даже поверил В это И не подумал Что это сарказм То блин Оуу А это был сарказм Опять же Шутка Которая затянулась И которую Можно было Не интерпретировать Как шут Так 10-3 Преимущество Очень медленно Пока растет Ой Кристаллайз Сейчас может Не улететь Он сам понимает Отменяет ТП Получает Драгонтейла Тычку Фиссуру Спинтербласт Теряет реинкарнацию И второй раз Его так же Убить смогут Успешно Дээ Кристаллайз Тумирайт Остынь кроха Опять говорит Нинджабуги И остывает Кристаллайз Сглазил В плане Небыстро Растет Преимущество И главное Что убили героя И сразу смог И сразу хотят Купить кого-то еще А с даггером На шейкере Это реально Под вардиком Видят прекрасно Мэджикала И у Мэджикала Неприятности Да он может Поднять видео У джаггера Но он ничего Не сможет поделать А шейкер сюда не пошел В любом случае Чуваши проблемы Хевнлигрей Сокращает длительность ТД бафов Эффект заканчивается Ну очень уж быстро Еще один фраг Находят для себя Винески И мне просто кажется Что этим драфтом Реально сложнее Камбэкнуть И какую-то драку Показать Которая будет феноменальна И которая что-то изменит Ладно Берем Надеемся Ждем ДК получил Макропиру Шейкер не позволил Дать линии Рассказ под Ю И тут считанные Наверное Крохи Здоровье Остаются до сноса На центре Т2 Так что еще одну Вышку Наверное Потеряют Нави Да Не наверное Точно Кентавр Вроде как Тоже уронил Вышку На топе Но Вышок еще 4 У Минески У Нави Остается 2 И тут уже более того Противник поднимается На ХГ Правда С Сарашаном Естественно С Аэгисом На Джаггернауте Чего уж скрывать Ну и попытка Отспамить скилами Заршок Хекс При этом готовы Сами гнать шамана Успевает Драгонтейл Дать мун По идее Убивает С помощью фиссуры Шейкера Чувашан 30 секунд Без шамана И Чего делать дальше ВК Стан кинул Но у него нет Ринкарнации Прыгнул кентавр Дал стан Получил стан В ответ от ДК Получил брисфайр Также рейдинс Урон получает Постепенно Омни Не забывает Подхиливать братишек Вешать хевенли грейсы В итоге Сносит минуски Успешную Т3 вышку По центру И начинает Атаковать бараки И пай Появляется Готовый омник На это Ну вот По заветам Умных идей Рассудительно Абсолютно Тут уже глиф Нави вынуждены Потратить Появляется Реинкарнация У Рейс Кинга Ну что ж Будет ли драка Нави Игроки все живые Попытка выйти в спину Че-то так себе Вардами Закрывает ДК ДК Егиса нет Теряет Реинкарнацию В Рейс Кинг В это время Омни Саш Тратит джиггернаут Прыгает по двум целям Близи потратил Стампит После этого Блэйдфури Близи 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 Пытается убить Ах джид И кажется У него получится Да Так же Закрывает Писур Убивает повторно В Рейс Кинга Бэйбэки у парней есть Но способны ли они продолжать бой Не уверен Что ж Теряет Нави Центральную линию На 21 минуте Знаете В чем Досада В том Что лагов нет Но ждал я от игры Совсем другого Бывает еще такое Что я иногда Перед стартом игры Смотрю на драфт Думаю что драфт одной команды Принадлежит на самом деле Другой команде А в игре я Вижу обратное И естественно Немножечко Грущу И вот я был бы рад Если бы драфт Минески Был в руках у Нави Ну так просто К слову Ладно 7.5 Опыта 15 Золото И осада Очередной линии Да Нави собрались опять Жмут смок ВК без реинкарнации Как даваться не ясно Нужны байбэки Вот их статусы Их много довольно Тут так же падает Т3 Филинкварт бы еще Кому-то разбить Так на всякий Мэджикал И Чуваш Должны зафокусить Феби А вот Нинджа Буги Отлично спрятался В укромном месте Причем шейкер С Ахасоэмом Сразу фокусит И Лину И шаман Отлично дает рассказ Убивает Таким образом Двоих героев Сразу Минески и ГГ Написали Нави Сразу же Поражение Последовало После этой неудачи 23 минуты И Фаталити Нанесли Минески По своему оппоненту В лице команды Нави Что ж Not like this Так или иначе Это не конец Напомню Что Нави Топ 3 гарантированно Но Нави будут В нижней сетке Продолжать сражение Когда будет известно Против кого им предстоит бороться Против Кингейминг Снова Или же против команды ТНС Что та Что другая команда От лап В прошлый раз Нави пали И нужно будет всего лишь повторить А на этом все Я могу принести еще разочек Свои глубочие извинения За то что Первой карты нет За то что вторая карта Сосредоточена на дичайших лагах Но при этом я старался И вкладывал в нее душу Как мог К сожалению Меня постигла Такая вот неудача Но Всем всего доброго Не грустите Это не конец Нихуесосите раньше времени парней У них еще есть шанс Пробраться в финал И возможно Отомстить Минеске Которые будут их ждать Ну или кого-нибудь ждать будут На этом все Аривидерчи С вами был Фоливер Или меня еще зовут А не важно Все Оставайся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok